Привет, я Шок и это новая серия прокачки ПК. Сегодня мы прокачаем ПК питерскому чилику, который играет на большом высоком Элло и он талант. Я решил у него поверить и мы сегодня ему прокачаем ПК. Его зовут Стейзи, а вся подробная информация будет уже в этом ролике. Ребят, давно не было этой прокачки ПК, вы этого реально ждали. Три месяца, у меня девайсы были дома и мы никому не прокачивали ПК. У меня уже проблемы со здоровьем из-за этого. Я хочу кому-то прокачивать грёбаный ПК. Поэтому прямо сейчас мы поедем к этому чилику, но перед этим мы должны купить монитор. Зови, пожалуйста, сотрудничайте со мной. Не знаю, кто-то из Зови, вы меня же смотрите, ну, по-братски, хоть один человек. Скажите главному по девайсам, дайте мне монитор на прокачку ПК. Я каждый выпуск трачу по 35 тысяч рублей, просто покупая 240 герц монитор. А другие мониторы я слабо воспринимаю на самом деле. 25 на 46 это самый такой профессиональный монитор. Ну ладно, погнали, короче. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, серьёзно, обязательно. Жига семёрка, поэтому давайте 17 тысяч лайков. А, это шестёрка или пятёрка? Пятёрка. Пятёрка, всё равно 17 тысяч лайков. В общем, мы взяли монитор Зови 25-46, он вышел на 35 тысяч рублей. По сути, это нормальная цена для этого монитора, он стоит около 40 везде. Так что всё, сейчас мы едем уже к нему домой, получается. А сейчас вам покажу, как это всё выглядит. Здесь у нас камеры, здесь у нас камеры и девайсы, здесь у нас компьютер, там кресло и на кресле монитор. Ну что ж, а сейчас мы едем прямо к герою. Погнали. Давай, короче, не открывать и пусть он пройдёт мимо. Так, он проходит мимо, он проходит мимо, он проходит мимо, а не отсюда идёт. Он шарит, он шарит, он шарит. Здравствуйте. Что нужно? Ничего. Ну и до свидания. До свидания. Ладно, погнали. Всё, мы готовы. Сейчас будем поднимать всё это наверх. Вот и компьютер, вот и стейзи. А вы спросите, кто это такой и почему именно он? Я вам сейчас объясню. Как тебя зовут? Откуда ты и сколько тебе лет? Меня зовут Станислав. Я приехал из Малини... Ну, неподалёку находится город, возле Казани. Вот я оттуда. Сейчас мне 17 лет. Как ты думаешь, почему именно ты? Не знаю. Можно сказать, по знакомству мне написал один, немало известный на этом канале человек, Савва. Так вот как-то это всё и произошло неожиданно. Что он написал? Он написал то, что тебя выбрали для этого проекта. Я просто его спросил, каких ты знаешь молодых, он же среди молодых, крутой, известный. Вот и я его спросил, кого можешь посоветовать, он посоветовал тебя. Ну, странно, что это Савва, по-моему. Да, да. А сколько ты хорошо играешь? Сколько часов у тебя наиграно? И считаешь ли ты, что ты готов к киберспорту? На данный момент у меня около 10 тысяч часов. Но я пока на становлении становился проигроком. Играю различные тесты в команды. Стараюсь становиться лучше. Играл когда-нибудь в командах? Ну, в таковых командах я не играл. Больше в миксах, но сейчас поступают от хороших организаций предложения. Пытаюсь, стараюсь. Надеюсь, всё получится. Стойди. Ну что ж, здорово ещё раз. Всё, сейчас начинается твоя прокачка. У тебя, ну, видите, у тебя всё новое от начала до конца. Старое, только стол. Вот спонсора по столам я не могу найти. Они вообще не в тренде. Короче, давай я сделаю небольшую экскурсию по твоему домику. Ты знаешь, что количество квадратов здесь? Я скажу, я скажу. 45. Да, 45? Где-то так. Хорошо. Так, здесь у нас получается небольшая кухня. Там балкон. И вы должны понимать, что вот на этом балконе у него и компьютер. Это очень прикольная тема. Эвилон, привет. У тебя была такая же ситуация, скорее всего. У меня очень большое желание открыть холодильник. Я могу это сделать? Наверное. Наверное. Хорошо. Смотрим. Подожди, чувак, у тебя холодильник, как у меня. У него стулья, стол, как у меня в квартире. И такой же холодильник, чувак. Я сейчас найду что-то ещё похожее. Так, арбуз. Слушай, у тебя прям большой холодильник. Насыщенно. Так, окей. Давайте посмотрим, что у нас тут ещё. Короче, смотрите. Вы подумайте, что это игрушка. Но это не игрушка. Она как игрушка, да? Смотрите, находится. Вот она сидит, как игрушка, чувак. Я не люблю собак, но это одно из лучших, которые я видел. Если у меня будет собака, я думаю, что это 100% будет Корги, а Пэмбарк, если не ошибаюсь, как-то так называется. У тебя есть какие-то награды? Грамота награждает состоит, занявшая первое место. А где ты выиграл? На каком-то ладе из Питеров мы играли. Сколько ты заработал за всё время? Сланов? Да. Или в общем? Ну, Сланов может, ну, тысяч тридцать-сорок. Где-то так, наверное. Короче, давай компьютеру. Так, у тебя всё на балконе, мне это нравится, очень атмосферно. Тут ещё так немножечко прохладненько, мне это нравится. Сразу скажем, ребята, у него есть кресло, у него есть монитор. 144, да, Герцед? Да. Наушники, если что, наушники. Ну, давайте говорить по факту, они выглядят как китайские. Вот, согласись. Они стоят 17 тысяч рублей. Это Sennheiser. 17 тысяч рублей. Но, как говорит сам Стоиди, а, кстати, они уже так, немножечко убиты. Выиграл на лане, да. Как говорит Стоиди, звук здесь не очень, но я посчитал отзывы, почему-то музыканты их используют и им нравится. Ну, не знаю, может быть, как игровые они не очень, но написано игровые наушники. В любом случае, мы это забираем, поэтому сейчас смотрим дальше у нас, что, по девайсам. Это у нас HyperX LUFPS. Очень громкие свечи. Это голубые? Красные. Красные? Они очень громкие. Мышка Zowie EC2B? Да. Ну, слушай, вот Zowie, я бы не сказал бы, что они плохие мышки делают. Монитор у нас 64 Герца и кресло Орозии. И, как мне сказал Sam Stacey, больше всего им будет обидно потерять это кресло, потому что оно отличается мягкостью, но и немножечко уже все. Так, ну, так я сяду. Та-да-да. Ладно, еще и со звуками. Выхлоп есть. Так, ладно, у тебя веб-камера. Я вообще хочу, чтобы ты стримил, поэтому нужно купить камеру. Так, что у нас тут есть? Компьютер, давайте его включим. Слушай, ну комфортно сидеть. Мне нравится сама атмосфера. Боже мне, чувак. Не, кресло нужно заменить. Короче, мне нравится сама атмосфера, когда у тебя отдельная комната для компьютера, здесь есть воздух, и ты смотришь на улицу, можешь подышать воздухом сразу. Это круто. Это реально круто. Смотрите, кстати, что у него написано. Тренировка, bhop, surf, 30 минут, aimbots, 4000 ботов, тренинг, ks.go, intensive sites, 10.04, 2D и PUBG. Это означает фейсинг-катки, да? Короче, у Челика прямо мотивация чего-то добиться. Так, сейчас я зайду на Deathmatch, и мы выбираем тот сервер, где 18 человек. Погнали, заходим. Будем фиксировать FPS, разницу. Сейчас у нас должно быть около 100. Какая здесь видеокарта, процессоры? И примерно цена у вас на экране, чтобы вы понимали бы вообще, из чего, что мы делаем. Слушай, это неплохой комп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не-не-не, лагает. Да, FPS 120. Блин, чувак, ну типа, знаешь, моментами неожиданно появляется пролаг. Да, да, да. И ты уже теряешь концентрацию, теряешь чувствительность. Да, вот в таких моментах он еще просто вот экран может и разовисывать, и все. Нет, типа играть можно, но некомфортно, вот, другими словами просто. Ладно, окей, в целом, чуваки, мы зафиксировали FPS. Вот сейчас 100 держится. Давайте, 110 FPS, это наш стабильный FPS на этом компьютере, на Deathmatch CyberShock, где 20 человек. Все, мы сейчас выходим и начинаем делать прокачку. Let's go. Такая ситуация, что у нас нет коврика, поэтому я ему отдельно скину деньги, чтобы он купил бы себе коврик от SteelSeries. Сами же знаете, вот этот такой жирненький, который был у Хоббита. Он стоит тысячи две-три, поэтому он будет обладателем этого коврика. Ну а сейчас мы уже все сняли, сейчас будем подключать все новое. И девайсы тоже. Клавиатура SteelSeries Apex 7. Дисплей OLED Smart отображает информацию напрямую из игр и приложений. Моментальное оповещение из Discord или игр. Надежные механические игровые переключатели. Корпус из авиационного алюминия марки Series 5000. Я тоже не знаю, что это значит. Динамичная RGB подсветка каждой клавиши, ну а также управление мультимедией прямо на клавиатуре. Гарнитура SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводной формат 4 в 1, благодаря чему отсутствует любая задержка. Фирменный звук превращает мельчайшие звуковые нюансы в преимущество. Если нужно, можно и с проводом юзать, он в комплекте. Мышь Ravel 3. Не будем скрывать, что это чутка меньше по премиальности, но не будем исключать, что эта мышка как-никак популярна на рынке. Главная фишка в том, что ее датчик демонстрирует большой отрыв по производительности от соседей в такой цене. Традиционно игровые компании используют обычные сенсоры для мышей. Но SteelSeries в сотрудничестве с PixArt создала совершенно новый игровой датчик эксклюзивно для Ravel 3. Устройство также оснащено клавишами, рассчитанными на 60 миллионов нажатий, встроенной памятью, рассчитанной на хранение до 5 профилей. Ну а также при помощи приложения SteelSeries Engine вы можете настроить мышку. Кресло AeroCool Earl Steel Blue читается просто максимально красиво. Материал кресла Aerosuit. Что это означает? Внимание! Нетканые материалы премиум класса и микроволокно обеспечивают покрытию привлекательный внешний вид, мягкость и полную воздухопроницаемость. Встроенный подголовник и подушка под поясницу с регулируемой высотой. Гидравлический газолифт класса 4 выдерживает вес до 150 килограмм. Вы понимаете, что это за магия? Компьютер у нас не простой, а именно Intel Core i5-9400F. Видеокарта 1660 Ti 6 гигабайт. Оперативная память 16 гигабайт. Материал плата H310. Терабайт памяти 240 SSD. Ну и корпус AeroCool Python. Ну а вся цена у вас на экране. Мне кажется, очень достойный комп и здесь явно играть можно не только в CSGO. Так еще и стримить. Короче, Light Flight подготовили приколюхи. Я вот не знаю честно, что это такое. Похож на коврик, но это коврик, да. Очень маленький коврик. Ну, в любом случае, я не знаю, как чисто на память у тебя есть. И еще в этой коробочке есть что-то с ценой. Посмотри. Как думаешь, что это может быть? Не знаю. Может какой-то сувенир, не знаю. Ну да, ну понятно дело. А что это? Ну ладно. Короче, это Powerbank Light Flight. Вот телефон с тобой. Ну, короче, он прикольный тем, что можно его просто включить. Вот он заряжается. Короче, это удобная тема. Это подарок от Light Flight. Вот провода и так далее. Так что можно этим пользоваться. Ну, а также здесь все нужные вещи, гарантийные талоны и так далее. А это, получается, резиночка Light Flight. Ну и плюс, получается, провод к блоку питания. Такие вот дела. А если что, это компания ютубера Лау Лошки. Кто помнит, мы уже с ним второй выпуск сделаем. После первого выпуска очень много людей купило компьютеры у них. Поэтому, ребят, напоминаю, на этом сайте вы можете покупать сравнительно дешевле компьютеры. Они собирают их сами. И получается так, что там есть сразу конфигуратор, который показывает вам, сколько будет FPS в каждой игре. То есть сайт у них очень интересный. Вот. Поэтому... Спасибо, Лолочка. Короче, ладно. Все, сейчас мы приступаем, получается, к компьютеру. Можешь его, кстати, поднять, посмотреть, что там творится. Угу. Так, и давайте снимем пленку. Положи. Ой-ой-ой, какой он красивый. Он очень прессивый. Такого еще не было у нас. Окей. Все, я хочу посмотреть, как он будет работать и выглядеть. Так, ну что ж, друзья, мы все подготовили. Мы можем его включать. Единственное, что мы не обновили, это коврик. Вот, единственное. Так, снимаем самое последнее. И нажимаем на кнопку включения. Ой, красота. И все, и сейчас проверим, сколько он будет включаться. Тот компьютер включался около минуты, да? Да. Ну, возможно, даже две, да. Вау, чувак, секунд шесть. Это почти как 3,05. Так. Ой, какой кайф сидеть. Короче, пацаны, очень многие, кто покупает мониторы, 144 Гц, 242, они не все... То есть я сам, когда покупал, я не знал, что нужно включить эту функцию. Заходите в параметры экрана, дополнительный параметр дисплея. И вот, у нас сейчас 240 Гц монитор, но включено 60. Поэтому заходим сюда, в монитор, и ставим 240. Иначе у вас будет 60 Гц. И вот сейчас ты заметишь плавность. Она... Вот, видишь, плавность? Да. Все. Теперь 240 Гц. Так, ну а сейчас мы ждем, получается, пока скачается кс-го, и мы проверим фпс на дэйме. Ну что ж, момент истины. Прямо сейчас он заходит на десматч, тот самый, который был при 100 фпс. Нетграф пропиши сразу. Так, и... Чувак, сейчас будет... Сейчас будет... Либо хорошо, либо... 300 фпс, все, стабильно есть. Ну как стабильно, 250. Что думаешь по ощущениям? По всему? Ну да. Ну, во-первых, плавно встало. Ой, да, плавно. И вот, как-то, да все. Звук необычный, если сравнить с моим прошлым. Лучше или хуже, если это... Думаю, все же лучше, чем у Sennheiser. Ну или из-за того, что у меня, может, звуковая карта была не очень на прошлом компьютере. Есть ли у тебя большие победы? Какие это были? И вообще, ты известен в киберспорте? Ну, особо именно в Компетитив КС я немного выиграл. В основном, такие маленькие турниры. Проходил на хорошей квалификации к турниру, но иногда не получалось поехать, потому что не все могут. Но из личных достижений я сыграл с Руфаером и артистом немало известных в СНГ сцене прошел на ХЛТВ. И сам прошел в FPLC-челленджер. А про FPLC, как туда попался, сколько было попыток и почему тебя кикнули? Я был в FPLC-челленджере, прошел туда с четвертой попытки. Я пришел только когда, когда уже не было никаких FPL-квал. То есть, когда туда проходили топ-2 лучших игровых ладдера. Но из-за связи с тем, что я сдавал ЕГЭ, я не смог нормально поиграть особо. Хотя я админу FPLC написал то, что можно ли взять какой-то перерыв в игре, чтобы подготовиться и потом плотно начать играть. Я силы сыграл там игр 30, может, но для них это показалось малой активностью. Стримовал ли ты когда-нибудь и хочешь ли ты стать стримером? Ну, стриминг меня всегда интересовал. У каждого своя идея на это. Каждого интересует свое. Мне кажется, это очень интересно и я бы очень хотел попробовать себя в этой сфере. Ну что ж, молодые люди, прямо сейчас это конец ролика. У нас еще один прокачанный чел и стейзи. Я надеюсь, что HLTV будет сверкать в твоих именах. В общем, я хочу сегодня сделать стримеры, чуваки. Я сейчас поеду домой, подготовлю ему микрофон. У меня валяется рейдер сирен, что-то подобное. Я тебе его привезу Янтекс.Заставкой, рекламу, и привезу тебе, получается, веб-камеру мою. Logitech, которую я не использую. Все. И по сути у меня вообще девайсов не останется. Это все последнее. Короче, и получается так, что, ребят, если этот ролик вы смотрите, скорее всего, он уже начал стримить. Ты сможешь стримить уже послезавтра? Да. Ну все, чуваки. Если вы смотрите этот ролик, его стрим включен, побратите, заходите к нему. Он наш новый стример. Я надеюсь, что он вас заинтересует, он играет круто. И некоторые девайсы он поменяет. Как раз-таки вы можете его спросить на стриме, какие девайсы ему не понравились из SteelSeries. Потому что сейчас у него будет выбор выбрать то, что он себе оставит из старых девайсов. Потому что они у него были более-менее. Всем большое спасибо за просмотр этого ролика. С вами был Яшок. Это рубрика «Прокачка. Пока». Спасибо большое всем за лайк. А я прощаюсь и надеюсь то, что Stadia был не ошибочный вариант. И я сделаю что-то из него интересное. Всем пока, друзья. Спасибо, что смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok